Находимся мы в Аустини, Остин по-русски, напротив университета. Это Баптистская церковь, а через дорогу храм знаний. Да, сейчас мы пойдем заснимем, вам покажем. А это вот, видите, написано University Baptist Church 1921 года. В таком, немножко в испанском стиле. И сейчас мы с вами попадем в этот университет. По крайней мере, будем иметь представление. Напоминаю, что мы находимся в Остине. Это штат Техас. Один из старейших и хорошо котирующихся университетов США. Возможно, самый котирующийся среди южных штатов. Возможно. Но непроверенная информация. И, как вы можете увидеть, это Саентология Техаса. Вот видите, напротив университета Саентология Church. То есть церковь Саентологии Техаса Хаббарда. Кто не знает, Рон Хаббард это тот, кто написал Дионетику. Ну, вот. Дионетика у нас в России, она запрещена. Хотя можно, конечно, книжки скачать где-то. Но Саентология официально это запрещенное учение на территории Российской Федерации, так скажем. А здесь, видите, эта церковь прям буквально находится напротив университета. Сейчас загорится наш свет, и мы вам покажем, где обучаются люди из Техаса. У меня есть несколько знакомых, которых я не очень хорошо знаю, но все-таки. Так вот, они никогда не собирались жить в осени или в Техасе, но приехали сюда ввиду университета. То есть, подсуетились и ради обучения здесь приперлись. Ну, да, то есть, такой студенческий городок. Мы сразу видим очень много студентов. Как правило, сейчас, когда вы приходите в какой-то студенческий город, вы можете наблюдать, что очень много молодых людей из Китая и из Азии. То есть, это чуть ли не основная составляющая. Вот, допустим, идет человек обучающихся. Вот едет. То есть, очень-очень-очень много из стран Азии учатся людей. Кстати, поскольку я люблю посещать университеты, это приятно в США, действительно, потому что они как небольшие поселения. Многие из них исторические, винтажные и так далее. Так вот, я был практически во всех знаменитых университетах, и я могу сказать, что все-таки чернышей среди студентов мало. Я не знаю, почему так, но это же сразу видно в толпе. Да. Так, давай пройдем вперед. Там до башни... До храма науки. Да, до храма науки. Посмотрим. А это вот все, где мы сейчас идем, это все университет. Кстати, он как называется официально у нас? University of Austin. University of Austin. Austin. Они говорят не Austin, они говорят через Austin. Вот вам привет передает Hi. У-ху! Austin, Texas! Thank you! What the word? Здесь говорят Welcome to Texas. Так, сейчас мы, значит, вот дойдем до того памятника. Я бы сказал, что атмосфера университета отличается даже от атмосферы Остин. И здесь, наверное, чище даже, чем в самом городе. Да, это точно. Потому что Остин – это немножко неформальский город. Не немножко, а дофига неформальский. Да, очень неформальский город. Это те, кто любит неформалов, хипстеров, хиппи, вернее, не хиппи. И хиппи, и хипстеров. Да. Все сюда. Welcome to Austin. Вообще, надо еще такую вещь сказать, что Austin – это очень туристический город для Техаса. То есть, сами техасцы любят сюда приезжать и отдыхать. Поэтому Austin не дешевый. Это такой вот город, который как бы и для туризма тоже, для обучения, для туризма. Вы вот видите, студенты сидят на клумбах. Сейчас мы вам покажем их главную достопримечательность. Выйдем так на фронтальный вид. Главную достопримечательность университета. Да. И будет интересно. Вообще, американские городки, университетские, они как будто бы автономные, такие небольшие государства. То, что ты приходишь сюда и, в принципе, попадаешь… Ну, разве что у нас вот можно сравнить, разве что с МГУ, с каким-то. Но вот таких вот университетов, как МГУ в Соединенных Штатах, очень много. Очень много. Вот такая башня в вампирном стиле. И напротив здание в классическом стиле архитектурном. И тут кто-то сидит и играет. А напротив, видите, как сделали хорошо, мы видим Капитолий. То есть Капитолий Остина. Отсюда из Капитолия у нас была трансляция в Перископе. Мы ходили вокруг него. Но мы еще, я думаю, снимем обязательно еще. И сделаем видео для Ютуба. Вот такая вот красота Капитолий, который очень-очень похож на Капитолий города Вашингтона. То есть практически как брат-близнец, так скажем. Словный близнец, потому что когда-то он являлся антиподом Капитолии в Вашингтоне. Недолго, правда, но все-таки здесь заседал Южный Конгресс Конфедерации. Да. А как мы знаем, в свое время Тексис пытался отделиться и быть независимым. И Тексис это единственный штат, который признали как отдельную страну в ООН. То есть это, грубо говоря, вот исторически в свое время Тексис мог стать как отдельная страна. И у Тексиса, допустим, на флаге есть звезда. Одна звезда. Что мы самые главные, так скажем. В общем, по сути, когда-то он стал отдельной страной, но потом примкнул к Южной Конфедерации. А поскольку она проиграла, то стал частью США. Да, вот такие немножечко параллели с историей. Вот, что можно еще сказать? Мы обязательно очень много еще вам покажем. А так, я сейчас хочу немножечко сказать об одной вещи, как менталитет людей, техасцев. Правда, здесь очень много молодых людей. Не коренных техасцев, но техасцы это люди со специфическим менталитетом. Все об этом знают в Соединенных Штатах Америки, так скажем. Вот, и все могут даже понять, откуда человек. Потому что сам подход к жизни, соприкосновение с жизнью, это немножечко другое. То есть техасцы, они не то, что как бы тупые, а немножечко как бы люди. И когда я сам сталкивался, которые вот именно из Техаса, которые, допустим, не пользуются гаджетами. Я, допустим, встречал некоторых людей, и мы договаривались встретиться, и человек долго-долго блудил. Я говорю, слушай, ты можешь открыть гугл-карту у себя на телефоне? Он говорит, какую гугл-карту? И таких случаев очень много было, когда мы в прошлый раз были в Тексисе, в Далласе. Я заказал посылку, и у меня улица была хитрая. Она шла, потом прерывалась и через квартал продолжалась. Так вот, я заказал посылку, и мне посылка не могла прийти. И мне написали, что у меня неправильный адрес. Когда я им позвонил, я говорю, ну неужели водитель не может открыть просто карту и посмотреть, что улица просто имеет продолжение, но чуть в сторону, как бы не по прямой линии. В общем, и таких очень много было замечаний. Некая сильная философия консерватизма, я бы сказал. Да, что-то такое. И, как мы знаем, что Техас всегда голосует за консерваторов, то бишь республиканскую партию. Единственное, что Остин это все-таки небольшое исключение, ввиду всех хиппи и хиптеров, собравшихся здесь. Он более демократический, в том числе и по голосам по своим. Давай посмотрим объявления у студентов. Что здесь написано, Вань? Have your head. Имей голову. В общем, это социальная реклама против курения, например. Да. Допустим, вот здесь вот. А здесь, Вань, правильно прочитай. Что-то 25 долларов. В общем, участие в исследованиях относительно женского сексуального здоровья 25 долларов. Я думаю, за участие в таком нужно больше платить. Да. Ну и вот мы видим тут всякие анонсы групп. Еврохория. Как правильно Вань прочитать? Эйфория. 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 Я вообще... Я просто по-английски не читаю. Я три года изучаю английский язык. На данный момент, когда я вот снимаю ролик. И я еще не читаю. Не читающий, так скажем. Так чуть-чуть. Потому что, когда я приехал в Соединенные Штаты Америки, я вообще не разговаривал по-английски и не понимал людей никак. Но было острое желание жить, развиваться. И сейчас я, по крайней мере, могу разговаривать, могу понимать все, изъясняться и даже поругаться. Так что вот такие вот дела. Это, я как понимаю, у них библиотека, либрери. Очень похожий. Да. Два парня накачанных несут факел. Но, как я понимаю, сам институт, университет, так скажем, он какой-то несет в себе классическую архитектуру. То есть, древнегреческую. Потому что мы видим вот здание, вот симметрию зданий. Вот. А здесь... Вагина. В общем, это известный достаточно комедийный спектакль. Да. То есть, какие-то транспаранты. Ну, по сути, объявления бандеры. Да, брошенные. Брошенные на произвол судьбы. Так, давай пройдем дальше немножечко. Я думаю, мы уже составили представление об университете Остина. Антил-Социалист. Вот, видите, друзья. Куда-то призывают с кулаком кому-то морду бить. Вот, ну и мы видим вот такой вот дворик. Вот сюда мы спускаться уже не будем. Мы посмотрим, полюбуемся. В таком белом камне здание. Очень-очень... А мне еще вот эти техасские цветы нравятся. И обратите внимание, какие цветы. Вот эти wild техасские цветы. То есть, такие дикие. И обратите внимание, что на территории кампусов нельзя курить. Видите? Я бы очень удивился, если бы было можно. Да. Все-таки США очень против собака. Ну, Нью-Йорк, он отличается. Нью-Йорк очень курящий. Вот, сейчас мы немножечко сюда. Относительно всей страны Нью-Йорка это что-то капля моря. Самый курящий город в Соединенных Штатах это Нью-Йорк. Потому что в других городах, по крайней мере, вообще в Калифорнии, там допустим в Тексисе, к этому очень жесткое отношение. Никакой толерантности к курящим. Ну, вот мы видим банкоматы тут же. Какие-то столики, стульки. Там, по-моему, где-то был Старбакс. Напротив CVS. Аптека и так далее. Ну, везде, во всех университетах, есть кампусы, где студенты живут. Общаги. Да, общежития по-нашему. Вот. Киркас Юнион. Вы знаете, я признаюсь, что я бывал в гостях у студентов. Это здесь намного более цивильно выглядит, чем в России. В России я сам пытался в общаге жить в Куре. Да. Текстурка-то. Ну, вот, в общем, и все. Это мы к вам с приветом из университета Остина, штата Техас. Немножечко, я думаю, вы представление себе составили. Вот, допустим, это должен был быть фонтан. Сейчас он не работает. Вот, конечно, вот такие вот металлические яйца. Памятник металлическим яйцам в университете Остина. Всем, кто грызет гранит науки, посвящается. Вот, я сейчас обойду и покажу напротив университета, что это за яйца. Ничего не написано, но я думаю, это то, о чем мы думаем. Вот такие. Написано, что не трогать только. Да. Но мы и не собирались. Да, вот он университет. Остина ночью. А вот здесь вот металлические яйца. Памятник стальным яйцам. Да. То есть это как бы такой сигнал, что... Вот написано, вон, Вань, о чем это? Дональд Липский. The West. Запад. Запад называется. The West. 1987 год. Ну, завуалировал он, по идее. Да. И два металлических яйца в университете. Ну, это, конечно, круто. Это мощная аналогия с обучением. Так. У нас уже стемнело. Вот так вот на таком постаменте они выглядят. Вот такой небольшой кадр. С фронтальной части университета Остина. Это. С с с с с с с с. Например Coke. Та-с. С с с ... с с, с с с. Техасский университет В общем, Остинский университет один из самых котирующихся по США и, возможно, самый котирующийся среди Южных Штатов Давай пройдемся немножечко Да, это мы просто путешествуем вообще по Соединенным Штатам Перископ я стал вести, наверное, из Вашингтона DC, но там совсем немножечко я показывал Анаполис чуть-чуть А активно я стал снимать на Перископ в Балтиморе Мы показывали Балтимор, потом мы ездили в Атланту Потом, значит, в Аризоне, в Феникс И когда я приехал в Лос-Анджелес и увидел, что мои ролики стали воровать Пришлось создать канал на YouTube, который сейчас называется «Скрепучая дверь» И я его активно развиваю Да, спасибо А сейчас мы посещаем Техас Да Находимся в самом интересном его городе под названием Остин То есть гуляем по университетскому городку, по кампусам Сейчас немножечко покажем Да, привет Да, спасибо Что Вы хотите Надеюсь, Вы Умный, интересный человек И с Вами интересно А что это за ссылку Вы сейчас кинули? Скажите, пожалуйста, на что это? Так Ну, это не говно, как Вы написали Это университет Остина Я понимаю Который учиться очень престижно Ну, что рассказывать Прожил три года в США И через три года я понял, что хочу поделиться той информацией И немножко приоткрыть дверь в свою жизнь Потому что мы столько стран проехали Там и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Иерусалиме, и в Израиле Везде столько всего были И как-то мне почему-то показалось Почему-то показалось, что это будет интересно В отличие от многих людей Мы не живем в одном городе в США Мы постоянно перемещаемся В Остине мы пробудем пять дней Потом будет Сан-Антонио Потом будет Новый Орлеан Потом будет Вашингтон И так далее Да, снимаю я на стедикам У меня телефон iPhone 6 Plus 6 Plus 6 Plus Поэтому Сейчас мы живем в США Но мы постоянно перемещаемся Ездим Нет, не несколько корпусов Их много Вот мы идем и городок Огромный город в городе Да, я из России Из Сибири Много ли денег по-разному От штата к штату Можно еще раз название У меня не камера У меня телефон 6 Plus iPhone 6 Plus Извиняюсь Вот То есть просто мы ходим По студенческому городку Нам кажется Это интересно Ну что Это красиво Я могу сказать Для себя однозначно Да К сожалению Где я Учился в России А у меня Две Вышки Нигде Университет Не выглядел Так Прикольно Ну В общем Все университеты Хочется внутрь Пробраться А давай внутрь Попробуем Вот там где-то Я думаю Плохая идея Внешне Будет интересно Особенно Если отбит На фитоле Я из Новосибирска Так Мне 35 Моему брату 30 Американцы знают Свою историю Да Знают Ту которую им Преподают Они знают То что Нам преподают Об американцах Это Это наша история Об Америке Они знают Свою историю Мы знаем Свою историю И у каждой страны Есть своя история Видение этой истории Поэтому Если вы приедете сюда И начнете Рассказывать Их историю О которую Своими глазами И мозгами Вашего преподавателя Из города Там Новосибирска Или Из Китима Иркутска Или Новокузнецка Конечно Они будут удивлены Послушают Альтернативное что-то Так По поводу Давайте так Сейчас я немножечко Буду показывать Весь Весь этот Студенческий городок Немножко Видите Все сделано В таком В классическом Архитектурном стиле То есть Все эти пропорции Где люди Вот кругом люди Вот студенты идут Вокруг Вот Все У нас же вечер уже Те люди Во всяком случае Официальный Учебный День Закончен Особенно Если учесть Что сегодня Воскресенье У меня Что-то Посетили Посмотрели Такая вот площадь знаний Всем привет Уставшие Потому что Вчера Перелетели До сих пор Еще не оклемались Всем привет Так Так Ну вот В городе И вот я Через 5 месяцев Я мог уже Разговаривать Объясняться И он выложил У себя в группе Он ведет Группу Вконтакте Которая называется Скрипучая дверь Он выложил технику Изучения английского языка Которую обучал он меня Система Система Да Это быстрая Просто Какое-то Вот что Вы приехали И да Я не умею читать Ну как Чуть-чуть Что-то понимать Логически Да Я не умею писать Но Сказать я все могу Понять я все могу То есть Мне этого достаточно Я вообще Сейчас завернем Давай вот сюда Повернем И потом там спустимся Вот Так что Да Добавляйтесь На ВК И вообще Он Сам Журналист По образованию Он очень много Выкладывает тех материалов Которые не сворованы Как во многих группах Он сам Пишет статьи Сам там Что-то выкладывает Свои мысли И так далее Вот этим Она очень-очень Полезна Эта группа Вконтакте Называется Скрипучая дверь Сейчас там Пока людей немного Потому что Мы ее создали Эту группу Где-то Две недели С половиной назад Там всего лишь Там 240 человек По-моему Так Вот Но Все очень интересно Чем зарабатываешь на жизнь? Мозгами Так Сейчас мы покажем Еще Если вы хотите Чтоб я вам рекламу На что-нибудь Кинул И вас начал Убеждать Что-нибудь У меня купить Задавайте еще Такие же вопросы Я обязательно Это какой-то Просто памятник Стальным яйцам Да Памятник Стальным яйцам Но это действительно Чтобы учиться Долго Нужно иметь Стальные яйца Вот видите Как мы расшифровали Будешь иметь Стальные яйца Будешь долго учиться Так Please don't touch Пожалуйста Не трогайте Правильно Стальные яйца Дети Да Стальные яйца Нет Я на своем брате Не женат Если вы об этом Извините пожалуйста Но Можно так Да Наверное Скоро разрешат Это стальные яйца Это университет Остина А это памятник Стальным яйцам Вот Ну то есть Чувак Если ты учишься Вот у тебя Стальные яйца Будут такие Так Вот такая башня Ну что Давай наверное Здесь закроем Уже трансляцию Все показали Ну все друзья